Мы возвращаемся к теме задолженности юридических лиц. Напомним, разговор на эту тему накануне шел на заседании антикризисной комиссии. Юрлица не донесли в городскую казну десятки миллионов рублей. Это долги по налогам и аренде за землю. Претензионной исковой работой в отношении должников по аренде земли занимаются специалисты департамента по управлению муниципальным имуществом. Арендаторов у нас в городе достаточно много. Арендаторы заключают достаточно большое количество договоров аренды земельных участков. На периоды между заключениями договоров аренды оформляются определенные соглашения о пользовании земельным участком, где тоже просчитываются суммы начисления аренды за землю. И по всем этим документам, в частности, отдел земельного контроля совместно с бухгалтерией департамента, с правовым отделом ведет работу с должниками. Сегодня заканчивается первый квартал. Специалисты департамента по управлению муниципальным имуществом просят арендаторов не затягивать с оплатой арендных платежей. Чтобы избежать начисления пений и процентов за просрочку платежей, заплатить по счетам необходимо до 10 апреля. Сегодня в Губкинском заключено более 5000 договоров аренды с землепользователями. Направлено более 570 уведомлений, охвачено около 300 арендаторов, у которых свыше 480 было договоров, именно по которым мы работали в части претензионной исковой работы. Естественно, по претензиям, которые оставались абсолютно не погашены, никак не отреагировав арендаторам, мы передавали документы на формирование исковых заявлений. Тут уже работали правовики наши, которые направляли исковые заявления и в дальнейшем работали со службой судебных приставов. Продолжение выпуска рубрика «Без комментариев». Сегодня в ней о последствиях шквалистого ветра. Напомним, 21 и 22 марта на поврежденных объектах велись восстановительные работы. Однако одна из конструкций, призванная привлекать внимание, осталась без него.